Музыка Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Пыханова на канале Мастер своего дела. Сегодня готовим варенье из смородины. Уже поспела смородина и самое время делать варенье. На моем канале вы можете найти другие рецепты из смородины. Ссылки я оставлю внизу в описании под видео. Возможно, вы выберете что-то из того, что уже было приготовлено мною ранее. Ну а сегодня мы с вами готовим очень быстрое варенье. Готовим его из смородины и сахара. Больше ничего не добавляем. Пропорции такие. На 1 кг смородины 1 кг сахара. И все. Больше ничего. Оставайтесь со мной и я расскажу вам, как я готовлю такое варенье. Смородину нужно подготовить. Хорошо вымыть. Ничего обсушивать не нужно. Просто вымыли. И чистую смородину пересыпаем сейчас в кастрюлю для варки. Пересыпаю сюда смородину. У меня здесь 2 кг смородины. И, соответственно, я буду добавлять 2 кг сахара. Но, чтобы уменьшить нагрузку сахара на организм, можно чуть-чуть уменьшить количество. Например, добавить не 1 кг, а 700 г. Это уже по желанию ничего страшного не будет, как вам нравится. Можете уменьшить сахар. Итак, пересыпаю сюда сахар. Ничего не перемешиваю. Просто ставлю кастрюнку на плиту сразу же. Сразу отмечу, мои дорогие, что кастрюлю лучше всего брать с толстым дном и толстыми стеночками, чтобы ничего у вас не подгорало. У меня вот такой казан. Я в нем всегда готовлю варенье. Итак, кастрюлю поставили на плиту. Огонь делаем самым минимальным. И ждем, когда варенье закипит. Ничего не трогаем. Ничего не трогаем. Просто ждем. Сверху накрываем крышкой. Смотрите, вот оно на медленном огне стоит. Сахар уже впитывается. Видно, да? Сахар растворяется. И сейчас скоро варенье начнет кипеть. Еще больше жидкости выделяется. И уже потихонечку по краешку видно, что начинает побулькивать варенье наше. Да и в середине вот видно, да? Думаю, что вам видно. Как только сейчас получше оно закипит, все это хорошо я буду перемешивать. И варить варенье я буду всего 10 минут. Этого времени вполне достаточно. Варенье получается очень вкусным. Смотрим, варенье уже хорошо закипело. И теперь перемешиваю. Перемешиваем обязательно деревянной лопаточкой, чтобы ничего не окислилось. Вот так хорошо-хорошо перемешиваем. Пенку я снимаю в самом начале. Сейчас перемешаю, будет пенка выделяться. Вначале немного сниму, потом все, пенку я больше не снимаю. Да и готовится варенье быстро, всего 10 минут. Накрываю крышкой. Сейчас оно еще раз сильнее закипит. И уже снимаю пенку. Очень красиво кипит варенье. Убираю пенку. Аромат такой, конечно, вообще очень вкусно пахнет. Я подготовила баночки, простерилизовала их, крышки прокипятила. И сейчас уже буду разливать варенье. Можете разливать остывшее варенье. Я всегда разливаю варенье горячее. А вот и варенье. Оно уже готово. Такое замечательное варенье разливаю по баночкам. Слегка вот так перемешиваю и разливаю. На первый взгляд вам может показаться, что варенье жидкое. Но как только оно остынет, варенье заметно загустеет. Перелила варенье в баночку и закрываю плотно крышкой. Вот оно наше варенье. Уже в баночке переворачиваем и закутываем. И так поступаем со всем вареньем. Вот такое замечательное варенье из смородины мы приготовили. Дорогие друзья, я рекомендую вам такой рецепт. Варенье получается просто сказочным. Дорогие друзья, у меня прошло всего 15 минут. И посмотрите, варенье уже загустевает. Но оно еще теплое. Сейчас, как только оно полностью остынет, варенье будет более густым. А вот варенье уже спустя час. То есть, да, видно, что уже хорошо оно застыло. Но уже очень густое такое варенье становится. Дорогие друзья, вот такое варенье из смородины мы сегодня приготовили. Это очень полезно и вкусно. Домашнее варенье никогда не сравнится с магазином. Оно в разы превосходит в качестве и вкусе. И не забывайте, что это варенье приготовлено своими руками и с любовью для ваших близких. Готовьте, надеюсь, рецепт вам понравится. Также на моем канале много других рецептов консервации и заготовок на зиму. Я оставлю вам внизу ссылку на плейлист. Готовьте, смотрите. Там вы найдете что-то для себя. Если же вы впервые на моем канале, подписывайтесь, просматривайте плейлисты, рецепты. И впереди еще вас ждет много всего интересного. Не пропускайте новые видео. Жмите на колокольчик. Ну, а я заканчиваю свое видео. Жду вас также на своем втором канале. Влог Ирины Бахановой. Ссылка внизу в описании под видео. Переходите, подписывайтесь. Я вас жду. Всем пока. До новых встреч. С вами была Ирина Баханова.